Здравствуйте! Подготовка к новому отопительному сезону, тонкости начисления платы за ЖКУ и новшества в жилищном законодательстве. Об этом говорим. В нашей студии руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских. Виктор Иванович, здравствуйте! Добрый вечер! Начнем, наверное, с новшеств, с изменений, которые грядут и уже наступают. Если смотреть по-большому, что касается жителей, то осенью, я думаю, будет достаточно много новшеств, и они будут связаны прежде всего с проведением общих собраний собственников. То, о чем мы говорили вот уже три года, с той инициативой, с которой мы выходили в свое время в Государственную Думу, это проведение общего собрания в форме конференции. Наконец-то, я думаю, вот эта осенняя сессия, которая пройдет в Государственной Думе, будет приняты все поправки в ЖКХ и будет новый способ проведения общего собрания в виде конференции. А в чем смысл конференции? Это касается, прежде всего, тех домов, где много квартир, много собственников. Как правило, в таких домах, да, как правило, в таких домах людей собрать на общее собрание невозможно. Но это реально. Возьмем Тольятти, возьмем наши Ленина, да, улицу, первые, третьи дома и так далее, наши девятиэтажки, шестнадцатиэтажки. Значит, смысл в чем? Каждый этаж будет выбирать своего делегата. Девятиэтажный дом, три подъезда, девятью три, двадцать семь делегатов. От трех до семи лет их полномочия будут длиться. То есть, раз их выбрали, на три, на пять лет они будут представлять наши интересы. Что случится тогда со старшим по дому? Он так и будет, он как председатель совета дома был, так он и будет. Это не меняет, это просто проведение общего собрания. Но сегодня председатель совета дома проводит общее собрание и также будет проводить только, не все собственники будут сто процентов или пятьдесят плюс один, а будут вот эти делегаты. Я думаю, это облегчит, во-первых, проведение самого собрания общего, да, и будет способствовать тому, что все те решения, которые будут приниматься, они будут легитимны, их будет труднее оспорить в суде. Потому что сейчас, куда ни коснись, по всем вопросам, нужно принимать решение общим собранием. Что начисление платы, допустим, как платить за отопление 7 месяцев или 12 месяцев, да, ставка содержания, план текущего ремонта, дальше комфортная среда, это же тоже принимается общим собранием. Поэтому, я думаю, это все облегчит. А сегодня председатель совета по дому на какой срок избирается? На два года, потому что слышала несколько таких откликов, что люди недовольны своим председателем. Какая схема его замены, переизбрания? Это только общее собрание. Председатель совета дома избирается из числа членов совета дома, а совет дома избирается на период два года. Если всех устраивает совет дома и председатель, то собрание не проводится, значит, пролонгируется еще нас два года. Если не согласны, инициируйте проведение собрания, я думаю, вот в виде конференции это будет гораздо проще. И переизбирайте председатель совета дома. Мы вступаем в осенний период, самый главный вопрос это подключение домов к отоплению, отопительный сезон. Что можно сказать об этом? Работа эта идет, управляющие компании работают в этом плане. Почему? Потому что есть требования определенные, они изложены в тех документах, которые сейчас приняты. 170-е постановление ГУСТРОИ, там определен порядок работы управляющей компанией при подготовке к зимнему отопительному периоду. То есть, что она должна конкретно сделать? Это утепление кровли, стен, фасадов, дверей, замена стекол разбитых, промывка систем, опрессовка системы отопления и так далее и тому подобное. То есть, целый комплекс мероприятий, которые управляющая компания обязана сделать. Конечно, да. И по итогам составляется акт и потом готовится паспорт готовности дома к отопительному сезону. Вот сейчас на этой неделе начали выдавать эти паспорта готовности. Я думаю, что вот по последним сведениям, которые представлен департамент городского хозяйства наш, там 85% уже домов готовы к отопительному периоду. Где-то лучше, где-то хуже, где-то больше домов подготовлено, где-то меньше в зависимости от управляющих компаний. Есть серьезное нарекание к ряду управляющих компаний, где еще не в полном объеме, где-то 20-30-40% домов готовы к отопительному периоду. Я думаю, сейчас это все на контроле у власти. Я думаю, что все от них зависящее они сделают. И управляющие компании, хотят они или не хотят этого, но они вынуждены будут это делать. А система лицензирования управляющих компаний остается? Да, она как была, так и есть. Если подводить какие-то итоги, много управляющих компаний выбыло из этой системы, люди отказываются? Вот именно по лицензированию. Единственный способ выхода из лицензии, либо аннулирования лицензии, это на сегодня отсутствие домов. Многоквартирных домов в управлении управляющей компанией в течение шести месяцев. То есть шесть месяцев управляющая компания не взяла ни одного дома в управление, а лицензионная комиссия ставит вопрос об отзыве лицензии. Хотя на сегодня последние документы, которые пришли, есть решение Верховного суда, что это якобы не является основанием для отбора лицензии. Но я, честно говоря, с этим не согласен. Если управляющая компания получила лицензию, но не работает на этом рынке, смысл какой ее держать? А по причине недовольства собственников жилья, если они пишут жалобы определенное количество? Здесь несколько сложнее, здесь четко прописано, в жилищном кодексе четко прописано, на основании чего можно лишить управляющую компанию лицензии. Потому что много обращений в Твиттер в том числе идет, а вот люди жалуются, почему вы не отнимите у них лицензию. Но поймите, по закону нельзя этого сделать. Почему? Потому что, первое, они не должны грубо нарушить лицензионные требования. Два грубых нарушения, отзывается лицензия. Либо у них исключены дома из реестра управляющей компании. Каждая управляющая компания имеет реестр, в котором написаны все дома, которыми она управляет. Вот для того, чтобы изъять этот дом из лицензии, два раза ГЖИ должна предписание выписать по этому дому. Если они не выполнены, дом отзывается. И вот таких домов, отозванных, должно быть не менее 15% по площадям. Понимаете? Представьте, если 800 домов, это 15% по площадям, это достаточно большой объем. И, естественно, управляющая компания просто-напросто не допускает этого. Она знает, что сейчас отнимут у нее дом. Она выполняет это предписание. И на этом все заканчивается. Дальше. Наличие долгов перед ресурсоснабжающими компаниями. Более двух месяцев долгов. Но это должны быть долги, доказанные либо в суде, либо актом сверки доказанные. Но у нас получается, мы говорим ресурсникам, дайте нам данные. Кто вам должен? Они же постоянно говорят, нам управляющие компании должны. Когда мы, как лицензионная комиссия, начинаем запрашивать, дайте нам данные. Они говорят, а мы подписали договор о рассрочке. То есть, доказанного долга нету. Вопрос как бы решен, да. И все, мы не можем, и ГЖИ не может уже начать работать по этой управляющей компании. Как взаимосвязаны приборы учета и оплаты? Вот коэффициенты часто меняются. Да, повышающие коэффициенты. Да, как разобраться вот именно в этом сезоне. Вот на сегодня, смотрите, 354-е постановление о формуле, которая заложена в 354-м постановлении, там уже заложен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета. То есть, я просто хочу предупредить всех наших телезрителей, Самары в первую очередь, да, о том, что в любом случае приборы учета надо ставить. Почему? Потому что если прибор учета не стоит, а сейчас новые нормативы определены, то вам будут начисления производиться, исходя из этих нормативов, плюс умножаться будет на полтора. Это с какого момента? Это вот с этого и уже действует, да. Почему? Потому что нормативы приняты. Я скажу больше, сейчас вот разбирались мы с одной из жалоб пожертвопромышленного района, где суд отменил предписание ГЖИ вот именно по этому требованию и обязал управляющей компании начислять повышающий коэффициент полтора на старые нормативы, которые были приняты главой города еще. Это вообще нонсенс, но тем не менее, вот такое решение суда есть. Поэтому все должны сейчас иметь в виду, что обязательно ставят приборы учета. И это сейчас требования относятся, и сейчас новые готовятся постановления правительства по приборам учета электроэнергии. А общедомовые приборы учета с дистанционным снятием показаний. То есть будут меняться приборы общедомовые по электроэнергии, чтобы никто не мог вмешаться в работу этих приборов, они будут дистанционно передавать все данные. И общедомовые индивидуально. Да, не как сам собственник передает вот каждый там какой-то срок. Да, да, да. А это будет автоматом, нажали на кнопку, и все данные прошли. Удобно. Да. Единый платежный документ, такое существует, понятие, что он в себя включает, в чем его плюсы? Значит, работа по этому направлению в области у нас, кстати, началась давно. Были попытки создания регионального расчетного центра. Это они не увенчались, правда, успехом. Но сейчас вот мы проводили форум управляющих компаний, и одна из площадок, кстати, была там вот по единому этому документу. Смысл в чем? В одной квитанции будут все данные у собственники, у всех ресурсоснабжающих организаций, а в управляющей компании. Если мы сейчас получаем, допустим, 5, 7, 8, кто больше получает квитанции, то это будет опять один документ. Но штрих-код будет у каждой организации свой. То есть я пришел в одно место, в Сбербанк, или на почту, или где я плачу, отдал эту квитанцию, и оператор просто по этим штрих-кодам пройдется, и эти деньги уходят напрямую тем организациям. Вот о чем речь. Если раньше говорили о том, что вот центр должен быть, он должен собирать эти деньги, потом раздавать их вот всем этим организациям, то сейчас это будет такой продукт, что в банке это будет расщепление происходить, сразу напрямую эти деньги будут уходить. Это очень удобно. Почему? Ну, во-первых, пришел и сразу все заплатил. И одна квитанция. Комиссии, да, и комиссии один раз взяли, если есть там комиссии, и все, и на этом прошло. Не за каждую из семи квитанций, допустим. Как быстро это будет введено? Ну, вот сейчас работа эта идет, я думаю, что к концу года это все будет решено. Почему? Потому что готовится сейчас постановление правительства Российской Федерации об обязательном применении вот этого единого платежного документа. И с Нового года, я думаю, это все запустится. Поэтому, с одной стороны, это будет вроде бы хорошо. Но, с другой стороны, я не знаю, может быть, кому-то это будет какие-то... Да, вот если вот одну квитанцию потеряешь, то уже все. Нет, ну, она будет так же дублироваться, ничего страшного это. Но, может быть, кому-то это не понравится, потому что люди говорят, а я не хочу платить за какую-то услугу. Одну из услуг, да, допустим, вот не согласен. Ну, пожалуйста, вычеркивайте, просто оператор не будет эту услугу. Предупреждать заранее. Да, и все. Я сразу скажу, вот, переходя о том, что можно вычеркнуть, да, новшество появляется новое еще, это добровольное страхование жилья. Значит, есть пилотные проекты, есть регионы, где это уже применяется. Возможно, по нашей области какие-то из управляющих компаний договорятся со страховщиками по поводу этой услуги. Она тоже платная, получается. Да, я бы обратил внимание и обратился к телезрителям по поводу того, что если в квитанции вдруг обнаружите строку страхования жилья, на ваше усмотрение, пока это добровольно. Если вы не хотите этого делать, вы смело можете ее вычеркивать. Почему? Потому что если вы первый раз оплатите эту строку, считается, что вы договор заключили со страховой компанией, и вы теперь должны будете платить постоянно эту услугу. Просто иметь в виду, если вдруг появится у кого-то в квитанции такая услуга. Да, такое впечатление, что все больше вот таких вот граф появляется, а в квитанции она все увеличивается, увеличивается. Но на самом деле вот добровольное, ну, мы можем отказаться. Ну, пока добровольное, но со временем, я думаю, что может быть и постоянно, и обязательно. Раз мы заговорили об оплате, то хотелось бы коснуться обязанностей коллекторов, насколько они, в общем-то, не все сильные, а могут вмешиваться в эти процессы. Ну, вот с 26 июля запрещено управляющим организациям, это управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, передавать и продавать долги собственников коллекторским организациям. То есть нельзя сейчас передавать долги ЖКХ коллекторам. То есть если вы должны управляющей компанией или ТСЖ, то только они могут с вами работать, подавать в суд, требовать с вас деньги, но коллекторам ваши долги продавать запрещено. Поэтому это своевременная защита. Почему? Потому что случаев достаточно много было, да, когда вот эти коллекторские организации, да, грубо нарушали все законы, потому что там тоже были определенные требования, сколько можно звонить, сколько смс-ок давать, да. Ну, никто, в принципе, этим особо-то не пользовался. Как хотели, так и делали, вплоть до того, что физически угрожали. То сейчас это четко определено законом. Запрещено. Сегодня за общее имущество, за что мы платим, вот опять же, как вы этого разобрали? Потому что иногда разные суммы получаешь в квитанциях и не понимаешь. Вот если смотреть, вот сумма наших платежей складывается из ряда моментов. Первое – это содержание. В содержание входит текущий ремонт. Дальше – коммунальные услуги. И третье – взносы на капитальный ремонт. К коммунальным услугам относятся и таковы, твердые коммунальные отходы. Она сейчас коммунальная услуга. То есть это все, вот если рассматривать, у нас содержание, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. Три позиции. В содержании, еще раз подчеркиваю, там текущий ремонт, там сидят все управленческие функции, то есть доход управляющей компании, там заработная плата, их все отчисления, начисления, закупка техники, оборудования и прочее, плюс прибыль. Дальше, там сидят все договоры со сторонними организациями, допустим, обслуживание лифтов, обслуживание приборов учета, мыши, крысы и так далее, и так далее, и так далее. То есть все там в содержании. Почему? Потому что если вы видите в своей квитанции появилась какая-то новая строка, которая вот кроме той, что я сказал, значит, это незаконно. Почему? Чтобы появление любой новой строки в квитанции только по решению общего собрания. Допустим, мы захотели консьержку, мы захотели, допустим, цветы, чтобы у нас в подъезде были, картины висели, чтобы их подъезд нам мыли, допустим, пять раз в день. Вот это дополнительная услуга. Тогда мы должны принять решение на общем собрании и большинством голосов принять это решение. И только тогда управляющая компания может записать туда это. И еще раз уж мы заговорили о содержании, есть одно решение Верховного Суда о том, что общее собрание собственников при принятии решения о ставке содержания должна согласовать этот вопрос с управляющей компанией. Почему у нас такие случаи были, когда общее собрание принимало решение, мы будем платить ставку содержания, допустим, 15 рублей. Управляющая компания говорит, да извините, мы на 15 рублей не можем вас обслуживать и обеспечивать безопасность вашего дома. И раньше как-то это вот вопрос был спорный. Сейчас есть решение Верховного Суда, что если даже принято решение общим собранием, но управляющая компания говорит, а мы не можем за эти деньги выполнять весь тот набор услуг, которые мы должны выполнять, то это не считается, это неправомочно. То есть нужно согласовывать обязательно с управляющей компанией. А ставка содержания, это что конкретно? Вот ставка содержания, что туда входит? Туда входит договоры управляющей компанией со сторонними организациями. Я говорил, лифты, вентиляция, пожарная охрана, там мыши, крысы, приборы учета и прочее, прочее, прочее. Это раз. Второе, текущий ремонт, два. Уборка территории, три. И вот в принципе все, вот это все и есть ставка содержания. Относительно новая строка в квитанции, это плата за вывоз мусора. Да, такой. И опять же слышится много нареканий, что не согласны с этими суммами. Можно как-то проанализировать, как продвигается вот эта реформа, какие есть уже плюсы. И почему, вот, кажется, что завышенные вот эти суммы? Ну, тарифы, да. Тарифы, да. Значит, ну, во-первых, я сразу скажу, что количество обращений вот по ТКО сократилось. И значительно сократилось. Вот если брать начало, когда вот эта вот была система включена, да? Двойные квитанции, тройные квитанции, неправильные данные, невывоз там и прочие, прочие проблемы, проблемы. Казалось бы, ничего не меняется, а платишь больше. Да, да, а платили мы больше, да. Но вот эта вот ставка, она достаточно серьезно должна считаться. Почему? Потому что вот есть норматив накопления твердых коммунальных отходов. Ведь все идет оттуда. А сколько мы накапливаем твердых коммунальных отходов? Вот в зависимости от этого и рассчитывается норматив и тариф, соответственно. Для того, чтобы определить вот это вот накопление, нужно проанализировать вывоз твердых коммунальных отходов в течение четырех периодов. Зима, лето, весна, осень. Потому что летом один мусор, осенью другой, зимой третий, весной четвертый. И вот среднее, усредненное, она вот это как раз составляет. Для того, чтобы изменить этот норматив, нужно пройти вот эти этапы. Почему? Потому что именно год. Потому что иначе это будет незаконным. Второе. У нас проблема возникла в том, что в городах начисление идет, исходя из квадратного метра. А в сельских районах, исходя из человека. Там, где идет расчет по человекам, то там можно делать перерасчет. То есть человек уехал в отпуск. Да, да, посчитал время. Он принес документы, подтвердил, что его в это время не было. Ему за эти дни не выставляют. В городе этого нет, потому что с квадратного метра. Сколько метров, да, они не меняются. А как только вышел вот этот вот закон ОТКО, как только это было запущено у нас в области, я обратился в Государственную Думу с просьбой внести изменения в 354-е постановление по поводу того, что тоже можно делать перерасчет с квадратного метра. Раз уж мы вышли на это, да. Конечно, это объективно, да. Ну, давайте решим вопрос, чтобы пока вот рассматривается, пока движений пока никаких. Вы же ждали три года вот по конференции. Да, я надеюсь, я надеюсь, да. Что это будет быстрее. Ну, если не дождемся этого, то сейчас вопрос ставится, была же позиция губернатора общественной палаты изучить общественное мнение, как все-таки производить начисление с квадратного метра, с человека. Я, кстати, против и того, и этого. А ваш вариант какой тогда получается? Я говорю, по факту, вот сколько мы намусорили, за столько мы должны заплатить. И сейчас, кстати, к этому идет все. Я думаю, вопрос решится, и такое решение будет принято. Почему? Потому что по факту, ну, здесь несколько есть свои особенности, которые, в принципе, решаемы. Это должен быть раздельный сбор мусора, это должна быть отдельная контейнерная площадка, которая зарегистрирована, внесена в реестр и прочее, прочее. То есть, вот с этим надо органам местного самоуправления сейчас работать. А по раздельному сбору, я думаю, если будет принято решение не восемь фракций, как сейчас, да, а две фракции сделать, то тогда, в принципе, это можно. То есть, все это сейчас рассматривается, я думаю, ну, до конца года, может быть, и решится. Еще какие такие общественные инициативы вы направляете, над какими работаете, может быть, что сейчас важно? И вот если вот, опять же, вот градус недовольства собственников жилья, где он самый высокий? Вы знаете, основное, вот как бы мы ни говорили, да, работа управляющей компанией, само собой, да, но больше всего, вот, порядка 60% всех обращений граждан идет по начислениям. Люди не соглашаются с теми начислениями, которые им производят. Я скажу так, вот то 354-е постановление правительства, которое дает все формулы расчетов, ну, вот, честно говоря, встречался, встречался, да, я с профессором, который занимается вопросами математики и прочее, он говорит, я не могу разобраться, что это такое. На такой степени это усложнено, вот мы сколько поднимаем вопрос, вот по линии ЖКХ контроль, по общественной палате, поднимаем постоянно вопрос, давайте упрощать. Надо упрощать, нужно людям разъяснять, как это правильно делать, как, чтобы каждый мог проверить, а правильно нам начисляют или нет. На такой степени заумны эти формулы, что начнешь, когда их считать, то не всякий сможет это сделать, поверьте. Ну, вот, для того, чтобы люди все это могли знать, чтобы они могли самостоятельно посчитать все, а правильно или нет. А ведь почему все это происходит? Все стало дороже. Мы стали больше и больше, больше платить. И людей, естественно, возникает вопрос, а почему? Качество вроде бы не улучшается, а я плачу все больше и больше. А правильно ли я плачу? И я вам скажу, что не секрет, что многие управляющие компании злоупотребляют этими расчетами. Когда приходят к нам с квитанциями, мы начинаем проверять от ЖКХ контроль, мы находим очень много ошибок. Очень много ошибок, но причем ошибки в сторону управляющей компании почему-то. Да, не в сторону жителей, где они меньше платили. Почему-то вот так вот получается. А по закону отчетность управляющей компании как часто и как должны отчитываться перед собственниками? Отчитываться управляющая компания должна один раз в год. В первом квартале следующего года за истекшим. То есть январь, февраль, март следующего года они должны отчитаться. И вот здесь вот еще один возникает вопрос, о котором тоже вот одна из инициатив наших, которую мы подали в Государственную Думу, внесение изменений в жилищный кодекс. Есть там статья. Смена управляющей компании. То есть старая управляющая компания, если ее сменили, да, обязана передать новой управляющей компании. Дословно говорю. Ключи от подвалов, техническую документацию, то-то, 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 то-то. Ни слова о финансах. Ни слова о деньгах. Поэтому вот наша инициатива была, мы прописали, что первое, старая управляющая компания обязана передать. Первое. Неизрасходанные финансовые средства. Потом ключи от подвалов, техническую документацию. Почему? Потому что вот у нас, сейчас скажу, в Самаре, очень многие хотели бы сменить управляющую компанию, но они боятся, что уйдут новые управляющие компании, а деньги останутся в старой. И их можно будет востребовать только через суд. Эта новая управляющая компания должна выходить в суд и обжаловать вот это вот решение. Люди боятся просто потерять деньги. Это реально так. И я скажу, что такая возможность существует. Это реальность. И сейчас, если мы вовремя не примем меры, да, не ограничим, не научим людей, не научим новые управляющие компании вот этот переход осуществлять плавно, безболезненно, самое главное, чтобы люди не почувствовали. Потому что это будет серьезная проблема. Ну и завершить программу все-таки вернемся к отопительному сезону. Может быть, какие-то рекомендации, опять же, вот в плане подготовки? Да, вот смотрите, первое, что, вот совета домов, вот я каждый раз выступаю здесь у вас, да, я всегда говорю, уважаемые собственники, избирайте свои советы домов. Это ваш помощник. Они будут представлять ваши интересы перед управляющей компанией. Если вы каждый будете ходить в управляющую компанию, требовать это одно. Когда от вашего имени придет председатель совета дома, это абсолютно другая вещь. Вот председатель совета дома обязан, первое, что, проверять все те работы, которые выполняет управляющая компания. Управляющая компания в соответствии с модельным договором, который был разработан, вот Губернской думой, ГЖИ и Общественной палатой, обязан подписывать акт выполненных работ. Управляющая компания обязана представлять акт выполненных работ на подпись председателю совета дома. А все те работы, которые сейчас управляющая компания выполняет в рамках подготовки к отопительному периоду, это те же работы. Это утепление швов, заделка там дверей и прочие, продух и прочие. То есть это все те работы, которые необходимо выполнить. И они все актируются. То есть председатель совета дома обязан подписывать эти акты, раз. Во-вторых, он обязан подписать паспорт готовности дома к отопительному периоду. Потому что мало ли что управляющая компания сделает, и она напишет. Потому что там в паспорте что написано? Адрес, характеристика дома и работы, которые она должна выполнить. Выполнил, не выполнил, когда выполнил и прочее. То есть он смотрит, выполнил, не выполнил и подписывает так. То есть это в наших интересах. Понятно. Ну что ж, будем отстаивать свои интересы. Спасибо вам за эту важную и полезную информацию. И ЖКХ-контроль всегда готова помочь. Наш телефон контакта я могу дать по всем тем вопросам, которые людей волнуют. Они могут обращаться. Я скажу, каждую среду у нас прием проводится. Провожу прием или мой заместитель проводит прием. Но телефон наш 260-37-19. Пожалуйста, звоните. Мы всегда готовы будем помочь. 260-37-19. Звоните. Спасибо. Прощаюсь я и с вами. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!